Здравствуйте, дамы и господа, в студии радио НВ Иван Яковина и Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша. Привет, Иван, привет слушачам. Программа «Дикий Запад», и сегодня действительно программа у нас довольно дикая получается. Она даже в некотором степени будет похожа на какую-то газету, экспресс-газету или газету-скандалы, потому что скандалы действительно, секс, расследования, наркотики, все, что хочешь. Я уже просто чекаю, когда нас будут извинувачивать в том, что это все очень пожев, в том, желтуха и все таки. Но, к сожалению, это самая настоящая, самая актуальная американская политика. Актуальнее, как говорится, не бывает. Бывший уже губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куома много раз обещал, что он покинет пост губернатора только в одном случае. Если Бог заберет его жизнь досрочно, до окончания его губернаторского срока, очевидно, он не рассчитывал на процедуру импичмента, потому что все депутаты были в его железном кулаке, и никто там пикнуть не смог, но все-таки он два дня назад подал в отставку. Почему? Так, ну, дивись, как на меня, тут декілька причин есть. Ну, по-перше, это он остался без поддержки абсолютно, потому что, за данными ЗМИ, все люди, которые сначала были близки к нему, они от него вернулись. И даже там какие-то с него были сборы дома, когда там встречались, что делать с ситуацией, в которую он трапил, через эти извинувачения, так, в сексуальных домаганиях. Там были буквально декілька его помощников, знают, всех каких-то там добрых, скажем так, псев, которые пришли и будут его все равно поддерживать, не смотря на что. А, по-другому, для тех, кто не в курсе, скажем, что проблемы-то вообще начались у него из-за секс-скандала. Его обвиняли в сексуальных домогательствах к сотрудникам его губернаторской администрации. 11 женщин, насколько я помню, на зараз 11 женщин звинуватили его. По-перше, это первая причина была. Другая причина, почему он подал в отставку, это он понимал, что, если он сам не пойдет, то его пойдут в процедуру импичмента, потому что купа демократии от него вернулись, и даже Ненси Пелоси, которая очень близкая его подруга, и Джо Байден так же закликал его пойти в отставку, поэтому у него уже не было ни поддержки, ничего. Я хочу вернуть то, что от него отвернулся очень важный человек, это лидер демократов в законодательном собрании штата Нью-Йорк, не помню, как его зовут, но это не важно. Важно то, что этот человек всегда был на стороне Куома, и тут он сказал, я, во-первых, поддерживаю импичмент, во-вторых, я ни в коем случае не пойду ни на какие сделки с Куома. То есть он сразу дал понять, что импичмент будет, и он сказал, импичмент займет несколько недель, а не даже месяцев, то есть все будет очень быстро. Куома понял, что все. Так, но это еще совсем не означает, что Куома вернется от импичмента, потому что уже говорят, что все-таки ему могут его голосить, даже при том, что он подал у отставку. Мы помним, что было с Дональдом Трампом, который в сечне так же уже закончился, его президентские повновления, термин перебивания на посаде, но процедура импичмента все равно возбывалась. Да, почему? И в случае с Куомом, почему? И в случае с Трампом, почему? Да потому что и того, и другого хотели, хотят отстранить от возможности даже занимать выборные посты в будущем. То есть хотят сейчас депутаты Нью-Йоркского законодательного собрания сделать так, чтобы Куома никогда больше не мог избираться больше, ни на какой пост в штате Нью-Йорк. То есть они хотят ему уничтожить окончательно его политическую проблему. Ему сейчас 63 лет, то есть у него еще могло быть политическую маяку. Да, просто. Он мог еще через 5 лет спокойно пойти, потому что через 2 года будут выборы губернатора Нью-Йорка, опять, да, вернее, через год, извините. То есть через год все может забыться, и он придет и скажет, ну смотрите, вот видите, как все плохо, а я пришел, помните, как при мне было хорошо, давайте избирайте меня. Тем более люди считают, что действительно при нем было нормально, когда он боролся с ковидом. Да, да, да. Многие люди, хотя это неправда, но мы где-то так думаем. Так, но Куома пішел не один. Он за собой, знаешь, как паровозом, потем потягнул целую купу людей. Одна из них, на одних из них, я хочу остановиться более детально, это его старшая помечница, наиболее близко к нему, звать ей Меліса Дароса. Но она не такая старая, ей 38 лет всего лишь. Старшая помечница не в плане віку, а в плане того, что вона найголовніша, скажемо так. Вона звільнилася за декілька днів до того, как и сам Куома подава в отставку. И на этой пані я хочу остановиться более детально, потому что вона відігравала у этой справе с сексуальными звинувачениями, так и от женок, стосовно Куома, одну из найголовнейших ролей. И сейчас я расскажу, почему. Согласно с звитом прокурора, прокурора, яка вела расследование, стосовно Куома, щодо этих домаганий, то Дароса была связана с попытками приховывать действия губернатора, а также огласила войну против, ну так, фактически, против одния из женщин, которая извинувачивала Куома о этих домаганиях. То есть она всякими способами пыталась приховывать. Да, отмазать, я бы так сказал, губернатора и уничтожить тех женщин, которые на нее... И тут, кстати, интересный такой момент. Она сама пришла работать в администрацию Куома, будучи еще относительно молодой, и тут у нас мнения разошлись, я считаю, что в общем более или менее симпатичной дамой. Даша говорит, что не она злая и некрасивая, но я думаю, что тогда, там лет 7 назад, она была окей. И я думаю, что Куома, скорее всего, к ней тоже домогался, получил, что хотел, возвысил ее, а потом бросил ради других, и она вот стала мстить всем другим женщинам таким образом. Або может быть так, что она закохалась в Куома, а он сказал ей, нет, мне нравятся другие женщины, ты не отвечаешь моим вкусам, а она на него образилась. Да, ну вот у нас... Она образовалась не на него, а на тех женщин. Да, да, вот это экспресс-газеты начали. Ну, это, значит, такие сдогадки. Можливо. Я в это верю, я реально в это верю, потому что тут просто посмотреть на фотографиях, как она смотрит на этого Куома, это не просто рабочие отношения, 100%, и совершенно точно, там было что-то личное. Вот что именно личное, остается гадать, но то, что оно там было, я вообще в этом не сомневаюсь. Ну, Куома ей точно очень сильно подобался. Так, навіть на фотографиях можно пометить, вот он где сидит, а она прямо рукой до него так простягае близко. Да, то есть вот эта вот Мелисса Дероса, она была и главной злодейкой, одной из главных злодейок, и главной жертвой несчастной, трагической фигуры во всем этом скандале, я бы так сказал. Еще то, что вона мала очень большой вплив, показано тем, что в этом звете прокуратуры имя Куома згадуется 187 разов, а ей 168. То есть... То есть... Майже одинаково. Да, почти как жена его здесь, или сообщеница фигурирует. Ну, в общем, понятно. Кстати, Крис Куома, брат нашего этого друга Эндрю Куома, он, ты знаешь, он ушел с СНН. Он ушел в отпуск, он сказал, что у него день рождения, и он ушел в отпуск. Ну, знаете, многие из нас празднуют свой день рождения в течение недели, а то и двух недель, он в неделю вот ушел, чтобы просто не освещать весь этот скандал, как вы... А ты видишь, до речи, что он заявляв еще в березне, когда только начали изъявляться эти звинувачения. Он сказал, что он его брат, и он не может ему говорить на эту тему. Все, до побачения. Ну, в общем, что с Крисом тоже, я думаю, история будет реализоваться. А Криса побачили журналісти, он как раз поехал в Хемптонс отдыхать, это достаточно дороге место. И его запитали, если он разговаривал со своим братом после того, как он подал в отставку, он сказал, что так. И еще ширились такие чувства, что именно Крис Комо просто заставы, буквально, заставы, буквально, его брата подал в отставку. Я понимаю, почему, потому что... За свою карьеру, за свою карьеру, волнуюсь, конечно. Главное, если брат не ушел в отставку, то он потянул бы за собой на дно Криса. Но он же потягнул, так, среди губернаторских, наближенных, таких чиновников. Это правда, да. Ну что ж, давай у нас сейчас будет небольшой перерыв, дальше поговорим о новых скандалах, расследованиях. Продолжаем разговоры. Яковина Дарриха Лесниченко, продолжаем обсуждать скандал в руководстве штата Нью-Йорк. Так, мы говорим про Мелісу Доросу, яка очень близлежна к Эндрю Куомо, и она же ввольнена так же из своей посады. И сейчас, судя по всему, не так же могут быть проблемы, на самом деле. А работники ее очень сильно ненавидели. Можливо, это еще одна из причин, почему она пошла. Как говорят, что такая токсичная атмосфера в офисе, у кого она была самая через эту Мелісу. Давай я просто наведу декілька цитат, что на умовах повної анонимности рассказывают про ней и ее знакомые. Вона безжалісна, безсердечна, зла людина, яка вирве вам сердце, чтобы отримать то, что она хочет. Еще одна цитата. У ней немае часу на тонкости, у ней немае часу дизнатися, как вас, как особистясть. Вы або людина, которая делает что-то для нее, або вы ей заважаете. Ось так, навіть. До речи, на Куомо схоже. Да, да, да. Просто про Куомо говорили, что он либо вы с ним сотрудничаете, либо он вас уничтожает. То есть довольно такой серпентарий там был построен, адский, в руководстве штата Нью-Йорк. В общем, наверное, даже хорошо, что оно все там развалилось. И еще одна из людей сказала, что если есть, кого они нравятся больше, чем Куомо, то именно эту Мелісу. Ну вот. Губернатором штата Нью-Йорк сейчас станет. Вперше станет женщина, на самом деле. Впервые, да, в истории этого штата будет Кетти Холл. Она уже пообещала, что вот эту таксичную атмосферу в руководстве штата она разгонит и сделала, чтобы там засияло солнце и запрыгали единороги. Посмотрим, вряд ли это получится. Почему? Потому что Летиция Джеймс, я считаю, это главная героиня всей этой истории. А можно я только додам еще трохи про эту Кетти Холл? Давай. Она так интересна тем, что саме Холл, она является известным борцем с сексуальными домаганиями. И когда она начала в 2014 году работать с КОМО, она занималась целью темой. И в ней даже и организацию она створила, которая помогала женщинам, которые стали жертвами сексуальных домаганий. И треба отдать ей належность, чтобы никто не думал, что тут она занимается допомогою, а тут она працюет с губернатором, который просто втравил в дикий скандал через эти сексуальные домагания. Когда началась эта тема, она выступала уже против КОМО. Я понимаю, что тут в ней есть и особистые какие-то... Потому что КОМО уходит, она становится губернатором. Плюс, знаешь, ей надо было чесаться не тогда, когда начался скандал, а когда скандала не было. Ей надо было самой инициировать этот скандал. Я думаю, она прекрасно знала, что творится в администрации. Она же была замгубернатора, она видела все своими глазами, но ничего не делала. Но в любом случае вот эти Холл сказали, что теперь все будет по-другому, я в это не верю. Я, знаете, во что верю вас? В то, что Летиция Джеймс, генеральная прокурорша штата Нью-Йорк, которая подняла всю эту волну значительности, которая следовала, которая была протеже, вообще-то, Эндрю Куома. Он ее выдвинул, как вот в свое время выдвинул, и Кэти Холл, как в свое время выдвинул, и вот эту вот, господи, Дероссу, Мелису, Дероссу, то есть всех вот этих женщин он выдвинул, и я так думаю, что Летиция затаила на сердце злобу на него, и она ждала, ждала, ждала вот этого удачного момента, чтобы нанести удар, но так, чтобы этот удар был смертельным, потому что, если бы она Куома в политическом смысле только ранила, то он бы смог бы подняться, он бы ее ликвидировал, уничтожил, он бы стерил ее в порошок. Абъятаем, что Куома, вот такая репутация того, что ты ему переходишь дорогу, как сказали про Мелису, так ты або с ним, або не с ним, взагалі ты кудись выдваливаешься и не працюешь в политике. Да там не кудись выдваливаешься, там просто тебя уничтожают, сделают из тебя мокрое место, порошок тебя стирают. Так вот, Летиция Джеймс очень долго ждала, 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 и она наконец получила возможность, когда Куома вот так подставился, сказала, проведи расследование. Конечно, проведу расследование. И она провела расследование, которое просто уничтожило его. Это фактично вина была на життя, или на смерть. И сейчас ее, вот она может стать первой чернокожей женщиной, руководителем штата Нью-Йорк, потому что она собирается подаваться на губернатора. То есть на выборы губернатора в следующем году они придут, она собирается участвовать. Я думаю, будет величайшая справедливость, если она действительно станет губернатором. Тот человек, который подвергался, я подозреваю, домогательством со стороны Куома, затаил на сердце злобу и потом это Куома ликвидировал как класс. Ты знаешь, что події навколо Куома насправді даже некоторых людей трохи надихают? Например, Билла Гейтса. Да, это отдельная история. Так, Билл Гейтс в эфире CNN заявил, что он считает своей очень большой ошибкой то, что он был другом, товаршировал достаточно близко с Джеффрием Эпштейном. Это, как бы его правильно назвать, это человек, который создал, фактически, остров. Какие-то места, куда очень богатые влиятельные люди могли приехать и заняться сексом с несовершеннолетними. Так, и Гейтс сказал, что у него не было ни дружбы с Эпштейном, ни делового, ни акопартнерства. Они только несколько раз обедали разом и обговорили створения благодейного проекта, который, в конце концов, никто не создал. Да, но это, конечно, полная ерунда, я бы так сказал, мягко. Почему? Потому что известно абсолютно точно, что Билл Гейтс встречался с этим Эпштейном, во-первых, уже после того, как про Эпштейна стало известно, что он руководит этой педофильской сетью. То есть, после этого Билл Гейтс начал с ним встречаться и встречался не 2-3 раза, как он сказал в интервью СНН, а встречался с ним десятки раз. Купа фотографий их есть разом. Да, есть куча их фотографий, известно, где они были, где они встречались и так далее. Мелисса Гейтс, жена, Мелинда, извиняюсь, Гейтс, жена тогдашняя Гейтса, Билла, сказала, да ты что, вы совсем охренел встречаться с этим педофилом. Гейтс сказал, мне нужны его контакты. Вы представляете, Билл Гейтс жалуется, что у него нет контактов. Билл Гейтс может любому президенту любой страны позвонить и любой президент с ним поговорит. Ему не нужен Эпштейн для того, чтобы какие-то контакты кого-то получить. Более того, Эпштейн реально нужен был только для одной цели, именно для той самой педофильской. Ну вообще, вот как вы думаете, кто будет еще общаться с человеком с такой репутацией? Для чего с ним общаться? И тут же, кстати, американские СМИ сообщают уже, что это в значительной степени Эпштейн отсоветовал Гейтсу продолжать отношения с Мелиндой и сказал, что давай разводись с ней, потому что эта старая кочерга тебе жить не дает, а давай я тебя с другими познакомлю помоложе и получу. А давай нагадаем, чем закинчив насправде Эпштейн, потому что его уже нет в живых, он начато повесился в вязнице. Да, его взяли после очень-очень долгих попыток его арестовать, его все-таки арестовали, и когда стало понятно, что он даст показания на своих клиентов, среди его клиентов вся мировая элита, он сначала неудачно себя пытался зарезать, причем говорил, что это не я, меня пытаюсь убить, но ему никто не поверил, его посадили в камеру подусиленную охрану, и в этой камере подусиленную охрану он внезапно повесился, а те люди, которые отвечали за его безопасность, как выяснилось, в эти времена играли в компьютер. Зараз будет невеличка пауза, а потом повернемся. Продолжаем разговор Ивана Яковина до Эрика Лисенченко, и раз уж мы начали разговоры вот про всякие эти скандалы, давай скажем и про принца Эндрю, то есть родного брата принца Чарльза, будущего короля Великобритании, судя по всему, ну, возможно. Сын Елизаветы. Сын Елизаветы. Так вот, этот принц Эндрю тоже вляпался в нехорошую историю, связанную с Эпштейном, он тоже был большим другом этого Эпштейна, они тоже тусили вместе и так далее. Хотел створивать и благодейную организацию. Да, и даже вот одна из жертв этих организаторов подала на него в суд. Зовут ее Вирджиния Джуфре. Она объявила то, что принц Эндрю, она, точнее, она стала жертвой Эпштейна, вот этой педофильской сети Эпштейна, много раз, когда ей было всего 17 лет, она была несовершеннолетней, причем это было и в Лондоне, и в Нью-Йорке. То есть, вот такой вот у нас брат королевский и сын королевский, даже не знаю, как сказать. треба сказать, что он в Сизвен Ваччине Виткидая зараз. Да, но сейчас он, по идее, обязан появиться перед американским судом, вот так там Виткидая, что называется, сидя там у себя в Лондоне и через газеты Виткидая, а вот пускай он в суде это тоже сделал, это будет очень сложно, потому что есть фотографии, есть куча свидетельств того, что он был на этом педофильском острове и занимался там тем, чем занимался. И я думаю, как только он в суде появится, сразу появятся и другие свидетельницы, которые скажут, да, было. Вот пока он там в Лондоне сидит, они боятся. А вот если он в суде, если он будет в даручниках, тогда все будет совсем лучше. Ты знаешь, я трохи співчуваю Елизаветю, потому что на ней просто сыплятся проблемы зо всех боков. То спочатку Меган Маркл там начали рассказывать разные жахливые вещи про расизм и так далее, так, у них в королевской родине. Потом помер Филипп, а теперь еще, ну, с Эндрю, эта история, правда, давно же тягнется, но снова, знаешь, начинает набирать о этой публичности. Да, но про младших сыновей, которые вляпываются в дикие истории, младших, я бы сказал так, королевской крови сыновей, у нас есть еще одна история. Я, знаешь, прочитал про нее, я сначала своим глазам не поверил, я думал, да не может быть, ну, это уж сад тумач, короче, это вот слишком уже, ну, нет, правда, Хантер Байден. видание Daily Mail опубликовало відео, на якому, ймовірно, будем говорить, ймовірно, сын Джо Байдена, Хантер Байден, без одягу, старший его сын помер, потом про него еще трошки скажемо, без одягу, рассказывает неведомой девочке, судячи по всему, там легкои поведенки, легкои поведенки, они перебиваются в какомись мотеле, не дуже дорогому, якщо так прикинути, так, оцю всю обстановку, про те, що у него вкрали ноутбук з порнокомпроматом на него, і, за його словами, він розважався в якійсь компанії російських, російських людей з Росії, так, і він вважає, що саме вони вкрали. Это было не я, сразу говорю. і саме вони вкрали цей ноутбук. Да, то есть, представьте себе, там речь о том, что он тусил в компании с драгдилером и какими-то россиянами, которые снабжали его наркотой. Це наче то російські наркоторговці. Да, да, і эти многоуважаемі господа тиснули його ноутбук з порнокомпроматом, там еще какая-то фигня. Так, і при цьому він був майже без свідомості в джакузі в той час. Да, обгашений, соответственно. Тут даже не знаєш, с чего начать, потому що сын президента США, а на тот момент, а, нет, на тот момент он просто был, по-моему, бывшим вице-президентом, потому что 19-й год, рассказывает проститутці о том, що во время развлечений з другой проститутці і російськими наркоторговцами, будучи удолбаним в ноль, у нього украли россияне, русські шпіони, по сути дела, ноутбук с компроматом, с порнокомпроматом на нього заново. У мене просто мозг взорвав. Я даже думаю, ну, бывает, люди попадают в нелепые, тупые ситуации, реально бывает. Ну, как можно быть настолько абсолютным дебилом? Ну, он постоянно, на самом деле, втрапляет в такие ситуации. И? Потому что цей ноутбук уже вкрали в него не вперше. Да, это третий ноутбук, это даже не второй, это третий ноутбук, который у него украли россияне. Слушай, один з его ноутбуків ранее знали в ремонтной майстерне в Делавері, и там были так же переписки и интимные фото, которые потом уприлюднили Джуліану, который тогда представлял интересы Трампа, который был его адвокатом. Вот такая у него была доля. Ну, я скажу так, Хантеру Байдену не важно очень сильно переживать, чтобы там вылезли какие-то порнофото или видео с ним. Потому что сейчас такой час, что все плачут. Окей, добре. Это может даже вызвать сочувствие к нему. Так, какие-то плохие люди вкрали. Я просто думаю, ну как можно вот настолько, ну как бы все делают глупости, но нельзя же постоянно, постоянно, постоянно. Тем более, что ты являешься сыном президента или кандидата в президенты США. Ну хоть немного притормозить можно было хотя бы на полгода, блин. Он недавно же выпустил книгу Хантера, в которой он там рассказывал про свою наркозалежность, алкозалежность. И он говорил, что бывали такие моменты, когда он просто десь падал там от передозирования фактически на улице и не памятал, кто он, где он и что с ним происходит. Он даже приходил до каких-то бомжов и бомж одного раза ему до обличия просто представил пистолет. Прекрасно. Можливо, это был российский драгдилер. Возможно. Ну, в общем, конечно, не позавидуешь Джо Байдену с таким сыном... Слушай, давай згадаем, потому что найбільший скандал навколо Джо Байдена саме через Хантера он происходил, когда его извинувачивали в коррупции в украинской компании Бурисма. Потому что вот этот замечательный джентльмен, который признавался проституткой в том, что его обокрали российские драгдилеры, он же еще одновременно работал в украинской компании, не одновременно, а после этого, вернее, до этого, работал в украинской компании Бурисма, там, членом святых директоров. Памятаю, что у Байдена было два сына, это Хантер, и Бу, старший, по-моему, старший Бо. Бо, так, старший. И Байден, так, Джо, он, наибольшие свои какие-то надея, просто у него были, именно, касательно Бо, но Бо помер от рака. Да. Кстати, недавно англичане, вроде бы, научились сильно облегчать страдания тем, кто болеет именно этой разновидностью рака, прогресса в его лечении. Ну, ладно, это другая тема. Я про Хантера только скажу, что Хантер потом, после того, как Бо помер, он удружился на жене Джо Байдена, а Бо Байдена. Это же какой-то дипов комплекс какой-то начинается. Ладно. У нас, у Байдена, это еще не все проблемы. Есть гораздо более серьезная, на мой взгляд, проблема, и давай о ней уже в следующей части расскажем. Продолжаем разговор. Иван Яковенко, Дарья Калесниченко, студия программы Дикий Запад на радио НВ. Нас многие могут объявить в том, что желтая передача получилась, но на самом-то деле это и есть реальная американская политика прямо сейчас. Мы все не выдумываем, оно так и происходит. Ну, насправде, какая тут аналитика может быть стоимость этих подій? Ну, ты знаешь, может быть, Джо Байден сейчас знает, что он просто будет сбит с толку и всеми этими событиями и начнет себя вести как-то иначе. Тем более, я же говорю, у него сейчас началась очень серьезная проблема с родственниками жертв терактов 11 сентября. Вот эти родственники потребовали от него, чтобы он не приходил на церемонию памяти погибших 20 лет в этом году как-никак. Почему? Да потому что Джо Байден отказывается рассекретить 28 страниц доклада по терактам 11 сентября. Есть огромное несколько томов этого доклада, они есть в свободном доступе, читая, не хочу. Но среди вот этих многих сотен страниц есть 28, которые полностью засекречены. Что это за страницы? Это страницы, повествующие о том, кто фактически помогал террористам, когда они жили на территории Соединенных Штатов и готовились к этим терактам. В этих 20 страницах написано черным по белому, что помогал этим людям, помогала, точнее, Саудовская Аравия через своих представителей, через сотрудников посольства, через сотрудников консульства в Лос-Анджелесе, например. Ну смотри, например, известно в этих документах в 28 страницах сказано, что двое будущих террористов, едва прилетев в Лос-Анджелес в январе 2000 года, случайно якобы встретились в ресторане с саудовским консулом и с саудовским чиновником Умаром Баюми, который работал, в управлении гражданской авиации Саудовской Аравии. Сразу после этой встречи Баюми пригласил молодых людей, с которыми только в ресторане случайно познакомился, он пригласил их пожить в своем доме в Сан-Диего. Причем одновременно с этим зарплата чиновника, получаемая из Саудовской Аравии, выросла в 8 раз, и он получил 50 тысяч долларов от саудовского посольства. И благодаря этому, он, благодаря вот этим всем деньгам, внезапно на него обрушил, сотрудник саудовского посольства, снял для вот этих двух будущих террористов собственное жилье, за которое они вообще ничего не платили. Более того, вот этот чувак из управления Саудовской Аравии по гражданской авиации устроил двух будущих террористов на курсы вождения самолетов. Вот так вот, например. Эта информация, она известна, почему любой американский конгрессмен может прийти в хранилище, где она хранится, и прочитать, и выйти, и пересказать. Ну, фотографировать не имеет права. То есть, эта информация известна, но она является все равно секретной, нельзя ее принести в суд, например. Родственники требуют от Джо Байдена, чтобы он рассекретил эти данные, но Байден, когда него Трамп, когда Трампа Обама, когда Обама, Джордж Буш младший, отказываются рассекречивать эту информацию, ссылаясь на то, что она навредит национальной безопасности Соединенных Штатов. Я думаю, это будет большое скандалище, и Саудовская, то есть, ну, понимаешь, после того, как станет понятно, что теракты эти организованы были как минимум при участии, а скорее всего, просто Саудовской Аравии, представителям Саудовской, то есть, там знаешь, как интересная формулировка, какая в этом докладе, Соединенные Штаты не нашли доказательств того, что Саудовская Аравия причастна к организации этих терактов, однако Соединенные Штаты не нашли опровержений того, что саудовские чиновники, работ отдельные чиновники, таки были причастны к организации этих терактов. Дело в том, что с очень высокой вероятностью... А, ещё, на этом, кстати, не заканчиваются вот эти странные очень совпадения. Есть ещё одна. Во Флориде произошла ещё одна история. Там около, в городе Саратоса до сентября 2001 года, то есть до, собственно, терактов, жили представители, как она сказала, представители влиятельной саудовской семьи. Что за семья, это выяснить нетрудно. Это семья Газзави, тесно связанная многочисленными деловыми связями с правящей в саудовской арере семьёй Ас-Сауд. Особняк, в котором вот эти Газзави жили 6 лет, был покинут сразу после терактов 11 сентября. Они убежали в страшной спешке, всё оставили, забрали с собой только компьютеры. На столе даже еда осталась, которую прямо вот 11 сентября, они даже не успели позавтракать, улетели из страны. И что ещё важно, одним из объяснений такого внезапного покидания этого особняка может быть вот что. Предполагаемый лидер террористов Мухаммед Атта и ещё 10 из 19 заговорщиков, внимание, были в этом доме постоянными гостями, а жили они и посещали лётную школу в непосредственной близости, в 15 километрах от вот этого дома влиятельной саудовской семьи. Короче, мне кажется, тут уши Саудовской Аравии изо всех мест. Одразу выникает, так, договори? Не-не, давайте. Так, навещо це Саудовской Аравии? Саудовской Аравии это могло быть нужно для того, чтобы, понимаешь, она, например, очень не любила Саддама Хусейна. Они хотели сковырнуть Саддама Хусейна. И, в общем, через два хода, через два года, точнее, после 11 сентября, они Саддама Хусейна руками американцев сковырнули. Более того, они хотели сковырнуть Иран. Джордж Буш едва-едва не начал войну против Ирана тоже. То есть, Саудовская Аравия могла порешать много своих всяких каких-то вопросов. Емце удалось. Да, частично. То есть, с Саддама мы не точно разобрались. Плюс это просто огромным образом повысило цену на нефть и привязало американцев к Саудовской Аравии. То есть, в значительной степени от Саудовской Аравии взяла полностью управление арабским миром в свои руки. Вот так случилось, да, благодаря вот этим терактам 11 сентября. И американское присутствие на Ближнем Востоке очень сильно повысилось. И вообще этот регион мира стал для американцев гораздо более важным, чем был до этого. Ты как думаешь, Байдену вдастся відмовчатися, чи нет? Я не знаю. Я серьезно не знаю. Потому что, понимаешь, если он опубликует эти документы, то придется признать, что Саудовская Аравия принимала участие в организации этих терактов. И тогда будут запитания, до речи, до его попередников. Да, для всех. Да потому что, ну прикинь, ну все знали, что Саудовская Аравия в этом участвовала. Но никто об этом ничего не говорил. И все говорили, делали вид, что там типа, ну Бен Ладен и все. Да, кстати, Бен Ладен тоже в Саудовской Аравии, между прочим. Он же саудит. И, кстати, многие думают, что из Афганистана было нападение. Это осуществлено. Не, на самом деле оно готовилось из Саудовской Аравии. Почти все участники этого нападения были саудиты. В общем, эта история очень интересна, как она к 11 сентября будет разворачиваться. Будем внимательно за ней следить, потому что, мне кажется, там может быть что-то интересное. Так, а на этой ноте сегодня будем закинчивать. У студии был Иван Яковина. Дарья Козинченко. Да пребудет с вами Сила. Пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.